Всем привет! С вами канал Биография Знаменитости. Перед началом просмотра поставь лайк и подпишись на наш канал. Приятного просмотра! Ирина Дубцова, одна из самых одаренных и талантливых певиц в российском шоу-бизнесе, композитор и поэт. Победительница конкурса «Фабрика звезд четвертой волны», победительница шоу «Точь в точь» в паре с Никитой Пресняковым на Первом канале. Исполнительница множества хитов собственного сочинения. Обладательница премий «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ», лауреат премии «Шансон» и «Песня года». По традиции начинаем нашу биографию с детства Ирины. Когда зимой 1982 года Волгоградский роддом огласился громким детским криком, акушерка так и сказала, певица родилась. Девочку, родившуюся в семье известного джазового музыканта Виктора Дубцова и архитектора Натальи Дубцовой, назвали Ириной. Малышка с раннего детства росла на музыке знаменитостей и в окружении участников коллектива Добков Бэнд, основанного ее отцом. В два года Ирина сочинила свое первое трехстише, а уже в общеобразовательной школе вовсю декламировала стихи собственного сочинения. В четыре малышка заявила, что непременно будет жить в Москве, когда вырастет, а на вопросы отвечала, потому что в Москве живут все артистки. Папа старался привить дочери вкус к музыке, с шести лет девочка посещала музыкальную школу, в девять лет, сначала перед родителями, а затем и перед друзьями исполнила написанный ею свой первый романс. Юная Дубцова с 11 лет знала, что такое сцена гастроли, концерты. По примеру группы Андрея Пряжникова «Класс», родители Ирины создали подобный творческий детский коллектив в Волгограде. Однако в этой группе под названием «Джем солировала» не их дочь. Конечно, девочка обижалась на родителей, которые твердили, вот вырастешь, поймешь почему, и спасибо скажешь. Так и вышло. Уже будучи судьей на детской новой волне она не раз сталкивалась с родителями, которые оказывали медвежью услугу своим одаренным детям, и в очередной раз благодарила своих маму и папу за сдержанное отношение к ее таланту в юности. К слову, помимо нее с легкой руки супружеской четы Дубцовых в коллективе «Джем» начинали свой творческий путь такие известные теперь личности, как Прохор Шаляпин. Тогда он был обычным мальчишкой Андреем Захаренковым, София Тайх, экс-солистка лицея, Татьяна Заикина, проект «Монокини». Более чем 40 песен представил коллектив на различных праздниках, мероприятиях и концертах. Стихи ко многим из них написала Ирина, а музыку – ее отец. Помимо музыкального и поэтического у Ирочки обнаружили художественный талант и после пятого класса она продолжила обучение в архитектурно-художественном спец-классе. Но через два года девочка заявила, что музыка для нее важнее и родители не стали перечить, когда восьмиклассница продолжила обучение в школе искусств при Волгоградском институте культуры. При помощи Андрея Пряжникова Виктор Дубцов отправил диск с песней «Ихо де ла луна», исполненной его дочкой, Игоря Матвиенко в Москву. Продюсер как раз создавал проект «Девочки», куда Ирину приняли после прослушивания. Вместе с ней в коллективе было еще три исполнительницы, Валя Рубцова, впоследствии ставшей актрисой, Таня Герасимова, известная телеведущая, и Олимпиада Тетерич. Группа не получила широкого успеха, даже после выхода в 2000 году песни говорила «Мама», «Ула-ла», покорившей чарты российского MTV, но не привлекшей внимания слушателей. Коллектив обвинили в плагиате с американского женского трио TLC, а конкретно, с песни «No Scraps». Дубцова покинула коллектив, не дождавшись выхода альбома, и устроилась на студию SBS Entertainment исполнительным директором. В то время со студией сотрудничал Антон Макарский, которому понравились несколько песен Ирины. Она стала автором практически всех песен, исполненных Антоном в дальнейшем. Также в этот период Дубцова окончила Институт искусств в Волгограде по специальности «Академическое пение». Началом всероссийской популярности Ирины Дубцовой стало ее участие, а затем и победа в шоу «Фабрика звезд». Четвертые волны, продюсером которого стал Игорь Крутой. Ей посчастливилось спеть дуэтом с Игорем Николаевым, раз, два, три, Ильей Логутенко, невеста, Александром Розенбаумом, Ау, Владимиром Пресняковым, «Замок из дождя». Песня, сочиненная Дубцовой, с которой она выиграла конкурс, называлась о нем. На победительницу обрушился ливень наград, начиная с кабриолета французской марки, возможности записать сольный альбом и снять три видеоклипа и заканчивая правом представить Россию на новой волне в 2004 году, где Дубцова по итогу завоевала серебро. Вскоре был выпущен долгожданный альбом, названный, как и главный хит, о нем. Некоторое время Ирина гастролировала и реже стала появляться на ТВ, но после выхода нового альбома «Ветра», в который вошли 12 новых композиций певицы, ее снова приглашают на популярные площадки. На одной из них Ирина подружилась с еще одной фабриканткой Полиной Гагариной. Записанная впоследствии вместе с ней песня «Кому зачем», вмиг стала хитом. А девушки были признаны лучшим дуэтом на Муз-ТВ, еще одним совместным проектом, Салсу, Лерой Кудрявцевая и Жасмин, стала для Ирины исполнение композиции «Спи мое солнышко». Песня «Колыбельная» была написана в поддержку благотворительной акции по предотвращению возникновения столбняка у новорожденных и рожениц. Затем певица написала саундтрек к свадьбе Леры Кудрявцевой «Ты тот». Потрясающим зрелищем на Первом канале были перевоплощения Ирины в проекте «Точь в точь». Она блестяще спела, как Элла Фиц Жеральд и Илья Логутенко, Тони Брекстон и Фаина Раневская, Ирина Аллегрова и Николай Носков. И по справедливости разделила первое место с Никитой Пресняковым. Весной 2014 года Дубцова отметила десятилетие творческой сольной карьеры, спев дуэтом с Любовью Успенской. Песня «Я тоже его люблю» вскоре стала клипом. Также Ирина поучаствовала в проекте «Три аккорда», а на «Новой волне» совместно с Леонидом Руденко представила музыкальную композицию «Вспоминать». В 2016 году стала победительницей номинации «Певица года на Ру-Ти-Ви», а вскоре ей был вручен первый золотой граммофон «За Любу, любовь». Песня Дубцова писала и пишет не только для себя. Ее сердце в тысячу свечей спел Филипп Киркоров, «Не сходи с ума» исполнил Тимоти, «Виски безо льда, слава». Почти весь репертуар Антона Макарского написан Ириной. В числе исполнителя ее песен – Алсу и Полина Гагарина, Зара и Теона Дольникова, Эмин и Ани Лора. В 2018 году певица приняла участие в «Новой волне», представила на суд зрителей «Лучшее и новое», а также продемонстрировала на фестивале «Жара», проходившем к Баку, свою прекрасную физическую форму. И теперь поговорим о личной жизни Ирины. В представлении Ирины отношения между мужчиной и женщиной – это долгострой. И если один старается возводить дом по кирпичику, а второй этот кирпичик убирает, ничего хорошего не получится. Примером истинного мужчины для нее всегда был папа, которого не стало в 2011 году. Его обожали женщины, каждая чувствовала свою привлекательность в его присутствии. При этом Виктор никогда не обижал жену, с которой он прожил 35 лет. Их союз был и любовью, и дружбой, и партнерством. У Дубцовой, по ее признанию, пока что не получилось найти мужчину, похожего на отца. Некоторое время в юности она встречалась с Олегом Яковлевым, участником знаменитых «Иванушек». Расстались, как только Ирина с головой ушла в фабрику звезд, премьера которой состоялась на российском ТВ в 2004 году. Именно на этом проекте она встретила своего первого мужа Романа Черницына, который сделал ей предложение в прямом эфире. Знакома с солистом группы «Плазма» она была давно, поскольку Роман тоже из Волгограда, но на солистку Джема на общих выступлениях он попросту не обращал внимания раньше. Через два года, в 2006 году Ирина родила сына Артема. Но, как говорит Ирина, брак с Романом мог получиться лишь, при условии, что он не стал бы ее переделывать по своему усмотрению. Она считает первого мужа умным человеком, но в какой-то момент закончился цемент для дома, а жить в воздушном замке Дубцова не смогла. Забрала сына и ушла, подав на развод. Слишком разными людьми оказались они, тем не менее, ради первого бесценного опыта семейной жизни Ирина постаралась сохранить добрые отношения с отцом ее единственного сына, а с его родителями общается и теперь. Абсолютно своим мужчиной певица назвала владельца стоматологических клиник Тиграна Мальянцеа. Но слишком велико было влияние на него бывшей жены, которая не могла смириться с его уходом. И хотя Ирина не считает себя виноватой в их разрыве, я просто оказалась последней каплей, жить под одной крышей с 12-летней дочерью Тиграна оказалась не готова. Чтобы не оказаться в клинике неврозов от всех перипетий, несмотря на сильные чувства, Ирина приняла решение расстаться. Отношения сохранились на уровне дружеских. Бывшие влюбленные созваниваются почти каждый день, называя друг друга «Заинька Исюсь». Вскоре у певицы появился новый мужчина, бизнесмен Константин Сваревский. Но и с ним отношения не сложились в силу того, что Буйфронт решил заставить Ирину бросить сцену, ее второй дом, для строительства которого у Дубцовой всегда находятся и цемент, и кирпичи. Сейчас все силы Ирина тратит на новое творчество и на воспитание сына, который обещает вырасти настоящим красавцем. Также в семье певицы живут две собаки, самоедская лайка, гуси и вельш, корги, пемброк, мистик.